Технология укладки теплоизолированного фундамента мелкого заложения с использованием теплоизоляционных плит Penoplex. Технология применения экструзионных плит Penoplex для устройства фундамента мелкого заложения основывается на широко известных принципах, заложенных в строительных нормах. Фундамент может быть ленточный, столбчатый или в виде монолитной плиты. Рассмотрим вариант утепления фундамента в виде монолитной плиты. Отрывается котлован на глубину не менее 4 десятых метра. Основание планируется и уплотняется. Монтируются элементы дренажной системы. Производится засыпка дренажным слоем из песчаногравимой смеси толщиной не менее 2 десятых метра. Затем производится уплотнение грунта виброплощадкой. Уплотнение грунта является важным условием для обеспечения усадки грунта, повышения прочности основания и обеспечения прочности всего сооружения. Отрывается траншея для прокладки инженерных коммуникаций. В соответствии с произведенной разметкой и разбивкой участка производится тщательное планирование и подготовка поверхности под укладку плит пеноплекс. В зависимости от характера эксплуатации сооружения, в данном случае это отапливаемое помещение, а это значит, что в зимний период температура внутри помещения будет положительной и не снизится ниже плюс 17 градусов Цельсия. Климатических условий района строительства, наличие теплоизоляции пола, выбирается схема расположения и параметры теплоизоляционного слоя. Толщины и ширины теплоизоляционных плит пеноплекс. Эти параметры определяются по руководству по применению плит пеноплекс при проектировании и устройстве теплоизолированного фундамента мелкого заложения на пучинистых грунтах, разработанного специалистами ООО Пеноплекс СПБ при участии специалистов НИИ ОСП имени Герсиванова и ВГУП Фундамент Проект. Толщина плит выбирается с округлением в большую сторону до типового значения, от полученной в результате расчета толщины плиты. Плиты укладываются плотно друг к другу, без образования широких зазоров. При укладке плит в два слоя производится смещение стыков для избегания образования мостиков холода. При укладке периодически контролируется положение уложенных плит. При необходимости производится раскрой плит в зависимости от конфигурации параметров фундамента и параметров теплоизоляционного слоя. Резка плит осуществляется на месте при помощи ручного инструмента и не требует специальных навыков. Уложенные и тщательно пригнанные друг к другу плиты засыпаются грунтом с последующим его уплотнением. Для того, чтобы избежать попадания грунта между плитами, необходимо обеспечить фиксированное положение плит и не допустить их смещения друг относительно друга. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, потому что смещение плиты образования щелей приводит к появлению мостиков холода и снижению эффективности теплоизоляционного слоя, что в свою очередь приводит к промерзанию грунта под плитами и промерзанию фундамента. В соответствии с планом и конструкцией фундамента производится установка опалубки, монтаж каркаса из арматуру периодического профиля и заливка фундамента бетонной смесью. Уложенный бетон уплотняется и производится выравнивание его поверхности. После затвердевания бетона производится выполнение гидроизоляционных работ. Устанавливается вертикальная теплоизоляция и сплит пеноплекс. Технология предназначена для строительства на суглинистых грунтах жилых, складских и производственных зданий высотой до трех этажей включительно. Данное решение относится к проведению теплоизоляционных мероприятий, уменьшающих силы и деформации морозного пучения, а также глубину промерзания, что в конечном итоге позволяет вывести нулевую изотерму из-под подошвы фундамента и полностью исключить его деформацию. При необходимости, в зависимости от грунтовых условий, производятся работы по искусственному понижению уровня подземных вод с применением водоотлива дренажных систем, а также по отводу поверхностных вод с территории строительства. Строительные работы на участке производятся с учетом существующих строительных норм. Руководство по этой технологии с необходимыми консультациями Вы можете получить в техническом отделе «Пеноплекс-СПД». Субтитры создавал DimaTorzok